Ну, я работаю в консалтинге, в Microsoft Consulting Service из России. Собственно, я консультант по направлению System Center. И моя область обязанностей, все, что связано с управлением клиентами. Ну и по долгу службы я все время общаюсь с клиентами. Там каждый день мы выезжаем, разрабатываем для них систему управления. То, что им наилучшим образом подходит. Ну, плюс, естественно, там проектная документация, там разработка новых решений. Вот, как бы, по крайней мере, на месте не сижу, постоянно в дороге. Иногда там командирок я по России, это достаточно мобильная работа такая. Это такая специфическая работа, в принципе, консультанта. Для тех людей, которым нравится общаться и которым нравится всегда что-то новое. Потому что каждый заказчик, он со своей спецификой. Вот, но с другой стороны, надо быть еще человеколюбивым. Потому что эта специфика, она накладывает, как бы, на твое общение тоже некие границы. Вот, это твоя суть такая, что ты должен послушать людей, узнать, чего им нужно. И, собственно, исходя из того, что ты имеешь среди портфолио Макрософт, этих продуктов, ему предложить. Вот. А с точки зрения, там, повседневной работы, то есть это бывает, там, и рутина, когда нужно... Ну, рутиной мы называем написание документации. То есть без нее, как бы, система не внедряется. Вот, но, тем не менее, это нужно. А это некая такая творческая составляющая, потому что новые проекты, это всегда, там, разработка каких-то специфических компонентов под человека. То есть если есть такой хороший бэкграунд технический, какое-то направление, там, наш, допустим, систем-центр, это весь, там, набор продуктов, либо это, там, почтовые системы и так далее. То есть, как вот я, например, пришел, да, у меня был хороший технический бэкграунд по системе администрирования клиентских рабочих мест. Вот. Плюс у меня было желание вот такое не сидеть на одном рабочем месте, не заниматься, там, поддержкой текущей инфраструктуры, а именно, что-то все время общаться, внедрять новое. Вот, собственно, консалтингом и занимается. То есть это, с одной стороны, интересно, с другой стороны, ответственность большая, потому что то, что мы разрабатываем, это, не, мы не продукт разрабатываем, мы решение разрабатываем, да, которое заказчику подходит. И то, что ты разработал, это не где-то там в продуктовой группе, в коробочке лежит, а это вот здесь, на боевых системах работает то, с чем, там, миллионы людей контактируют, в итоге, там, миллионы, там, заказчиков и так далее. То есть организация обслуживает людей других, а мы обслуживаем эту организацию. То есть то, как вот мы качественно сделаем продукт, от этого зависит, как дальше дела пойдут у заказчика. То есть это такая вещь, с одной стороны, веселая, с другой стороны, ответственная. Ну, собственно, по моей теме доклады, по Configuration Manager, это продукт управления клиентами, ну, в принципе, компьютерами, то есть инфраструктура заказчика. Ну, и у нас сейчас, в этом году, выходит новая линейка продуктов по всему System Center. Мои доклады будут от Configuration Manager 2012, собственно, о том, что нового в нем изменилось, что можно с ним сделать. То есть на самом деле доклад первый называется «Революция в System Center Configuration Manager». То есть он очень сильно поменялся, да. В чем эта революция заключается для тебя? Возможности, да, которые он предоставляет. То есть мы в свое время, когда он еще разрабатывался, мы встречались с продуктовыми группами, ну, как консультанты. И когда мы узнали, чего там произошло, мы сказали, что Configuration Manager 2007 и Configuration Manager 2012 – это как Windows XP и Windows 7. Вот можно сравнить, что поменялось. Вроде операционная система, да, вроде бы она запускается, дает ходить в интернет. Вот то же самое и здесь. На самом деле изменилось все там внутри. И теперь больше гибкости у людей, больше возможностей. Ну, как вот семерка XP. Продукт, собственно, новый. Задачи старые. И возможности новые появились. То есть просто начать изучать. Потому что просто так не получится перепрыгнуть с теми знаниями, с теми багажом знаний, которые уже сейчас есть. То есть послушайте вот эти доклады, послушайте то, что в России на Тикдейс записано. И начинайте это дело изучать, смотреть сами, как это в вашей инфраструктуре лучше будет работать. Работа – это часть жизни большая. Поэтому если работа должна приносить удовольствие. Если она приносит удовольствие, то 8 часов в день ты получаешь от жизни удовольствие. Поэтому ищите положительные моменты в своей работе. Их чем больше, тем будет лучше. Ищите именно свою работу. В консалтинге, либо там, где вы уже работаете. Просто как бы удачи и удовольствия от работы очень пожелаю. Пожелаю.